Всем салют и добро пожаловать на прохождение игры Star Wars The Old Republic. С вами по-прежнему Андрей Доцент и мы проходим флешпоинт задания под названием Наездики Мандалорцы. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь за заданец, о чем она хоть вообще будет и какую историю она нам поведает. Ну, исходя из названия, уже становится ясно, что иметь мы дело будем с Мандалорцами. Этакие спартанцы с далекой-далекой-предалекой галактики, у которой вся культура построена по принципу воевать, воевать, еще раз воевать, расти и снова воевать, а когда нечего делать, то надо все равно повоевать. В общем, войны до мозга и костей. Как уже вы поняли, эти ребята довольно какие-то серьезные. Но, учитывая, что уровень задания для моего персонажа низкий, проблем тут не предвидится. О, как. В космосе. Так. Ой-ой-ой. Это кто здесь? Прибыл мы, что ли, так? Появились, да? Да, это мы с помощью специального троса, который может пробивать корабль. Так, это чифтан клана Варада. Кто бы ты ни был, ты напал не на тот корабль. Так, ну ладно. Рекомендуется полная группа. Ёлки-маталки. Клан Варад, организация. Вон они. Ну, давайте посмотрим. Мандалорские войны. Нет, ну у мандалорцев одна отличительная черта. У мандалорцев одна отличительная черта есть. У них маски, у мандалорцев, они, скажем так, вот, носят специфические маски в виде такой тройной щели, скажем так. Так, это такие, такой фирменный знак мандалорцев. Ну и ладно. Хрен с ними. Нам нужно их победить, и мы их победим. Ого. Быстро вы передвигаетесь. Да, нас тут, очевидно, встречают. Ух ты, как они скачут, а? Ни хрена себе, собаки прыгнули. Так. Отлично. Я побью ваш рекорд, босс, говорит. Так. Готов. Одни боссы. Ой, что за звуки? Кого-то, кто-то, кого-то бомбит. Так. Есть. Ломаем боевого дроида мандалорцев. Поднимем его в воздух. Броню мою, естественно, не пробить. Ну, может быть, только чуть-чуть, если. Ой. На тебе еще раз. С таком поводу. Так. Опа-на. Отлично. Так. Вот и все. Есть. Забить. Все, всех забили, всех победили. Так. Нужно пассивки раздать. Так. Отлично. Раз. И страж ей. Два. Вот так вот. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас на корабле. Будем всех уничтожать. Представилась возможность уничтожаем всех. Ослепить. Так. Так. Еще раз. Отлично. Да что я. Все. Кругом ловушки, кругом баррикады. Но нас это не остановит. На. Кстати. У Ривана маска-то Мандалорская. По-моему. Если я не ошибаюсь. Он, по-моему, ее нашел на какой-то планете. Какая-то группа населения была подвергнута геноциду. И одна девушка встала на защиту. Ката... А, нет. Не Мандалорская. Катарцы. Мандалоры нападали тогда. На катарцев. Маска эта катарская. Не Мандалорская. Извиняйтесь. И девушка в этой маске встала на защиту. Ее, естественно, убили. Она стала на защиту своего населения одна. И тогда Риван поднял эту маску и поклялся. Пока Мандалорцы не будут побеждены. Он не снимет эту маску. О! Прям как у Бобу Фетта. А ну, кстати, Бобу Фетт же. Он же тоже, по сути, последний Мандалорец. Мандалорианский команда. И Дарт Риван. Поразил к речным ваге Мандалора наивысшего колена. Главного. И положил конец войне. Так. Отлично. Вот такая вот история. Замечательная. Если хотите узнать подробности, то необходимо сыграть в игру рыцарей Старой Республики. Так, тут в комнатах что-нибудь есть. Давайте посмотрим, открывается хоть. Да, открывается. Опа-на. Так. Что это у них? Шанс критически увеличен. Какую-то пассивку применили на всех. Есть. Да что в тебя. Смотрите, за мной прыгают прямо, а. Пошел ты нафиг. Так. С тобой разберемся. Все. Так. С этим мы разобрались. Но тут вот. Опять какие-то артефакты. Ёлки-палки. Мы на орбите какой-то планеты. Да. Это что здесь-то? Ё-моё. Да что ж там у вас творится-то? Походу еще в космосе бой идет. А мы и не знаем. О, появились. Не было, не было. Раз, появились. Так. Отлично. На. Все. Размазали их по стенке. Главное, деньжа тикает. И ладно. И это очень здорово. О, какой. Чемпион. Приятных полетов. Все. Чемпион уже не чемпион. Так. На. Классно. Вот эта вот атака. Шторм. Из лезвий. Такая, знаете. Этакая дальняя атака. Мечом. Очень хорошая. О. Все, ребята. Все. Вздохни ты. Так. Готов. Лута нет. Так. Тут еще слева какой-то проход. Надо глянуть. Что здесь? Нет. Сундуков. Не предвидится. Есть. Ослепить всех. Готово. Отлично. Здорово. Замочили. Замочили. И остался последний. Ух ты. Что-то даже синее выпало. Ну-ка. Еще один генератор. Адаптивный. Я их оставлю. Я эти генераторы оставлю. Они. Скажем так. Пригодятся. Что у вас тут? Реально походу помимо нас кто-то еще напал. Вот корабль. Так. Устранить. Ну ладно. Убираем всех по одному. И еще раз. Приятных полетов. Так. Здорово. Все. Все. Все впришили. 403. Нормально так. Это кто такой? Бракс. Ух ты какой, а. Мандоларианский мастер зверей. Как бы. Дрессировщик, короче. Ты что к тебе? Так. Ну надо сначала этих убрать. Елки-палки. И они по 15. По 15. Да что ж такое, а. Так. Выносим. И еще раз. Ой-ой-ой. Так. Походу сейчас будет бомбардировка. Так тебе. Да. Блин. Мне только одного зверя валим. Сколько? А. Он походу неуязвим, да? Ой. Он походу уязвим к этим. К эффектам. А вот эти? Нет. Эти неуязвим. Неуязвимость к насмешкам. Иммунитет босса к тому же. Так. Ну остался этот. Ладно. Пусть она пока с этим возится. А я разберусь с этим. Мелким. Так. Вот так вот. Хорошо. У меня ускор... Ээээ... Рейтинг щита вырос. Причем очень хорошо. Так. Так. Еще раз. Ну ладно. Раз вы неуязвимы к этим эффектам... Будем вас тогда обычными атаками валить. Черт! Заморозил! Как тебе? Готов. Остался один босса. Так. Прирвать. Чё так всё подсвечивается? Угу. Конечно. Решил меня этой штукой своей... Заморозить. Никак она не выйдет. Так. Так. Еще раз. Все. Так. Завалили. Что у тебя? О, мандалорские ботиночки. Ладно. Двигаем дальше. Рекомендуется 4 игрока, но мы его... Раскатали. Так. Это уже какие-то дроиды мандалорские. Разве что-то я первый раз такое вижу. Так тебе. Давайте ко мне. Сейчас будет взрыв. Баш! Так. Есть. Здорово. Так. Пусть она пока там со всеми этими разбирается. Я мелочь устраню. Зашибись. Зашибись. Так. Тебе. И еще раз прыжок. О, я решил... Бомбардировочку сделать. Тьфига сетелку отнесло. Все. Так. Двигаем, двигаем, двигаем. Я так подозреваю. Так. Мне нужно попасть на командный мостик. Турели боевые. Выносим их. Оказывается, флешпоинт, очевидно, для четырех игроков, но... Учитывая настроение нашего персонажа, может, в одиночку все получится. Просто это заметно потому, что враги наносят урон, но он не проходит. А у них просто большое количество жизни, но они ничего не могут нам сделать. Так. Понятно. Нам нужно этот дождаться. Когда приедет. Вон он едет. Так. Все. Поехали. 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 Красные, красные. Закрыто, закрыто. Так. Вот вышли. Что у нас тут? Угу. Вот мы даже куда попали. Так. Понятно. Значит, двигаемся. Тут все строго линейно. Босс. Своего рода. Что-то телку опять отнесло. Да что ж такое, а? Вот непруха-то у нее. Давай. Еще раз. Отлично. Так. Ой. Это удар-то тупой оружием был, а? Все. Так. Ну тут мы, видимо, змейкой петлять будем. В конечном итоге мы пойдем туда, куда надо. Так. Не запутаться бы только во всей этой схеме. Давай. Ну, ребята. Ну, ребята. За мной. Так. Есть. Нормально вас так тут... Долбануло. Ну-ка, а что тут? Ой. Все. Разбираем себе по турели. Конечно, если было бы еще несколько игроков, все бы пошло гораздо быстрее. Самое главное, чего я всегда думаю, если флэшпоинт проходить в одиночку, вдруг какие-нибудь появятся консоли, вот как в первой части, в первой части, в первом флэшпоинте. Где необходимо было участие одновременно двух игроков, чтобы в двух разных концах активировать кто-то. Так. Надо сейчас того дроида. Размазать. Че он скачет-то, ему как сайгак? Все. Заметьте, а вот он делает, я не отлетаю, нихрена. Ну-ка, тут толка он летает. Все. Так, здесь... Здесь, походу, нихрена нет. Двигаем тогда дальше. Ммм, он, скорее всего, да, он сейчас вот направо повернем, поднимемся, а потом налево. Ну-ка, круголян дадим. О! Команда! Так. Ракетный залп. Ракетный залп. Сейчас будет здорово. Есть. Так. Давай ты. И еще раз. Все. Команда, да. Прямо Боба Фетт вылитый. А, вот куда. Давай быстрее. О, она! Все, поднимаемся. Так, тут ни хрена нет. Ну, дроиды. Бьем. Готово. Так. Так. Сейчас опять вот что-то летит. Нет, не отлетело. Ага. Ага. Видали как? На одной десятой секунде прерывал его атаку. Успел. Все. А вот вспышка, походу, на дроида не подействовала, должным образом. Ну, ладно. Ладно. Да, вот мы наверху. Давайте. Сейчас мы их забьем. Смотрите, дроиды повылазили. Так. Еще раз. Готов. Это просто пошла мечами косить всех. Готов. Готов. Ну-ка, прыгни к нему. Есть! Черт, они иммунны были. Ёлки-моталки. А нормально ведь я их так подбавил. Да. Ну, ладно. Так тебе. Сдохни. Подловил ты нормально. Об стенку тебя. Все. Ой-ой-ой. Имперский флот вступает в битву. Вот тяна. Так вот, оказывается, кто стрелял. Там имперца, видимо, подтянули. Вот таки новости. Все. Разберись с этим. С этим элементом. Все. Готовы. Где-то здесь сейчас наша цель будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ни хрена себе. Так, лютор. Что за нахрен? Что случилось? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы гляньте, сколько их, а? Нас не размажут тут? Да нет, в принципе, уровень слишком низкий. Короче, разбираем с самого слабого. Они тут, смотрите, всех классов. Агент, Охотник, Войн, Инквизитор. Вы гляньте, все классы. Все классы имперского. Ну ладно. Сейчас посмотрим, что мы сможем там сделать. Нет, они, слава богу, не прошибают нас. Так. Давай. И еще раз. Я вообще поначалу подумал, что это игроки настоящие. Оказалось, нет. Вот, если бы были настоящие игроки, они нас раскатали. Вот тут всех. И еще раз. Так. Готов. Кого он обьет-то? Убираем этого. Все. Война Ситского. Так. И еще раз. Так. Здорово. Так. Ну этот совсем плохой. Ух ты, у него ваш шлем нормальный. Интересно, у меня можно будет забрать с них лук нормальный? Или нет? Ух ты, что делает, а? Зараза. Молнии создал. Так. Повиси-ка в обе себе. Еще раз. Нет, не выйдет. Не в этот раз. Готов. Ну, дали кипы мечи. Ёлки-палки. Дройт такой появился здоровый. И Херакс его размазала. Имперцы. Вмешались. Должны были с Мандалорцами драться, по всей видимости. Но что-то пошло не так. И... Вмешались имперцы. Так. А че? А как? Как спуститься-то? А, вот. Ну, давайте спустимся. Да, лететь довольно долго. Хотя, вон, я вижу, там враги есть. Так. Опа-на! Все. Сейчас мы и всех приговорим. Отлично. А может быть, этот флешпоинт, знаете ли, сделан по принципу, что мы можем пересечься где-то с игроками, но... Но-но-но. Не найдя игроков, скажем так, он засунул нам ботов. Вполне возможно, кстати. Был бы неплохой ход. Так. Все. Так. Тут больше, видимо, ничего нет, да? Ну, за ним только команда. Еще-то задумал. А! Есть! Еще раз. Так, теперь. Так. Все. Уничтожен. Так, так, так. О! Офига себе, вот что, ствол такой, что ли, нарисован? Ну и что? Я здесь. А, все, вот. Разберлокировать какой-то... Эээ, миссл бейт. Глянь. Ага, ой, все, рядом. Так, тебе. Все. И ему крышку. Я себе поджарить решил. А это, видимо, знаете ли, мандалорский аналог катрабандистов. Черт. Та сюда стреляет. Так, ну давайте разблокируем. Вы используете ли консоль, чтобы отключить охранные замки на Алюзисе? Это корабль, так называется. Когда замки и щиты опустятся, вы не сможете... Эээ... Че сделать? Че-то с инженерами этих мандалорцев. Короче, поймать их или вырубить? Поймать их. Все. Поймали мандалорских инженеров. Отлично. Так, он говорит, давай, я готов встретиться с тобой. Сначала надо бежать. Давай. Есть. Так. Еще раз. И еще раз. Готово. Так, остался. Готово. Готово. Нас там, значит, ждут. Готовы принять во все оружие. Ладно. Нанесем ему визит. Отлично. А этот че, открывается? А, нет, закрыто. Ладно, а ведь можно было туда че-то внутрь попасть и че-то сделать. Но не тут-то было. Да, это орудие. Космическое. Для обстрела земли, что ли? Так. Местное подкрепление. Время ослеплено. А этот, видимо, из-за того, что в шлеме... Ни хрена не ослеплено. Так. Отлично. Так, а где Кирекарс? Она там что-нибудь делает вообще? Че она там встала? Эй, сумасшедшая. Да. Так, я его скидываю где буду, мало ли что. Не засчитается, поэтому я его просто улучшу. Ублю. Все. Во, появилось. Так, значит, где-то, где-то здесь. Хорошо. Ломаем турели. Лазерные пуски. Они нам не нужны. Отлично. Все. Давай, я присоединись вот так вот. О! Босс какой-то. А, так это, видимо, он и есть. Естественно, он, как всегда, иммунен. Практически каждый босс в этой игре имеет иммунитет к эффектам обездвиживания, т.д. и т.п. Так, ну ладно, давайте-ка помедитируем. И теперь в атаку. Все. Смотрите, какой упитанный, а. Мандалорец. Блин. Смотрите, что-то делает. Сколдовал, что-то. Ой, сколдовал. Перемещается. Использую свой ранец. Так. И давай. Отлично. Забить его. Так. Турельки надо сломать. Пусть Кирокарсен с ним разберется. А мы займемся турелями. Да, себе. Еще раз. Ёпокки. Да везде турели. Вы посмотрите, везде турели. Мне интересно, а если бы я по уровню играл бы? Нас бы тут, наверное, раскатали бы, наверное, давно. Хоть в четвером, если бы. Вы гляньте, какой огонь. Плотный. Так. Короче, Кирокарсен пока им там занимается. Мы будем... Разбирать их с туреля. Да. Так. Врываем. А он заметит, меня целится. Ракетами. Так. Прыжок. Прыжок, сказал. Вот так. Вот так вот. Еще раз. Все. Ракета пошла. Ага, победила она его. Я увижу тебя в аду, говорит. Ну, не знаю, не знаю. Интересно, если применить толчок на турели, что, турель оторвется? Ну-ка, что у тебя хоть выпало-то? О, световой меч. Кстати, так, неплохой. Basic recommendation. Перчатки. Слушайте, нормально так. Еще один световой меч. Давайте-ка взломаем. Все, отключили. Вернуться на Republic Fleet. Возвращаемся через Exit Area. Посмотрим, что нам там дадут хотя бы. За эти задания. Все, возвращаемся. Нормально. Световой меч. Перчатки. Можно будет какого-нибудь персонажа выборочно, скажем так, нормально приодеть. Дать нормальный лут и так далее. Посмотрим. Хотя, в принципе, может и да, может и нет, потому что из срогов тоже будет броня какая-никакая выпадать. Поэтому ее тоже девать куда-то надо. Хотя можно ее и продавать. Ну так, ладно. Сдадим. Все, а Люсис вернулся безопасностью на Корусант Мастер Сатиль. Клан Варада больше не побеспокоит нас. Восстановление урона, которым мандалорианцы причинели, займет некоторое время. СССР передает какую-то передачу Дарта Малглса Гранд Моффе. Республиканцы проявили инициативу. Наша неспособность охраны отразить... Что-то там, ДТП возмутительно. Имперцы мандалорианцы разбиты. Так, я отправлю агентов, которые уничтожат план Варад. А, я, как бы, наоборот, восхищаюсь, типа, находчивостью республиканских агентов, то бишь мы, которые уничтожили клан Варад. Нам нужно присматриваться за собой, изучить, как будто, что мы теперь находимся в топ-листе имперского списка. Мы знаем, что имперцы пытаются что-то сделать. Дарт Малглс уничтожит... постарается уничтожить вас. Спасибо за вашу службу. Вы спасли много жизней на сегодня. И да пребудет с вами сила. Здорово. Так. Получили. И что нам нужно сделать? Return Priority Dropbox. Priority Dropbox. Где же этот Dropbox? Dropbox, по-моему, где-то там, если я не ошибаюсь. Давайте-ка на главный уровень поднимемся. Где-то тут Dropbox был. Сейчас надо просто проехать на тронтайке и осмотреть, чтобы получить награду за эти задания. Так, так, так. Так. Пробуем на тронтаз. Нет, это раздатчик. Так, еще каких-то заданий я пока не планирую их сыграть. Мне надо от них избавиться как-то. Так. Мне кажется, это где-то в комбэт тренинг. В зоне комбэт тренинг. Так, вот. А. Нормально, я чуть было не проехал. Активно мне сделал. Вот. Вот здесь где-то, да? Так, да, где-то здесь. Сейчас теперь надо продолжать пока прогрузиться, потому что народу очень много. Да. Относительно. 98 человек на станции находятся. Так. А это что? А, это задание взять. Так, все. 10. 10. Нормально. Здорово. Нехило мы так прокачались. Ну ладно, друзья. Думаю, давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим все как обычно в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось. Обязательно комментируйте. А также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка снизу в описании под видео. Все, друзья. Всем пока.